Здравствуйте, друзья! Как бодрость вашего духа? Я должен это спросить. Это Фонбет Кубок России. Это путь регионов. Мы с вами в Костроме на стадионе Урожай. Спартак Кострома встречается сегодня с Енисеем. И чарующие звуки. Коррозия металла. Сергей Паук Троицкий, певица Полина Медведева. Они исполнили здесь гимн Спартака Костромы. Эту команду мы смотрим с большим удовольствием уже какое-то время. Это третий матч Костромского у Спартака. Она ведь тоже играет во второй лиге в дивизионе «П». Не могу сказать, что очень удачно. В основном проигрывает. Но там у таких команд другие задачи. Вот опять атака. Опасное подключение. Удар и мяч в воротах. И забивает тот, кого мы уже хвалили авансом. Геннадий Киселев. Прекрасный удар. А вот да. Мы с вами говорили о том, что он любит подключаться к атаке. Идет сразу праздновать с тренерским штабом. Вот так смотрит издалека Сергей Бондарь. Но прекрасное подключение. И Спартак Кострома показывает, что сегодня, конечно, они собираются еще один шаг сделать в своем путешествии. Отличное подключение. Сейчас мы увидим. Кстати, сострекает своего вовса Геннадий. Киселев не собирается и не надо. Недавно отрастил. Но борется до конца Чиканчи. И снова забирает Мишель Пминов. Сам пробьет. Но удар у него, конечно, не такой мощный получился, как он сам. Ну и подстраховывает капитана. Вот атака Чиканчи. Смещается. А зачем пробил-то сразу? Очень креативные болельщики, связанными поросями, приходят на матч. Все здесь как есть. Передача и шанс. Внезапно Максим Чиканчи показывал, что... Что он показывал? Что ушел от соперника мяч или... Что не так он партнеров своих понял. Ну а это Цыпленов. Проходит. Отдает. И дальний удар. Низам. Антипин. Падает. И мяч проходит мимо. Не придешь в себя, но приходить в себя будет уже в раздевалке. Спрашивает, а почему же не дали хотя бы здесь разыграть? Потому что уже все свисток на перерыв. Матчем уже второй лиги. С курским авангардом будет встречаться. Спартак-Кострома. Я напомню, Спартак-Кострома. Ну, промежуточная задача это попасть в тройку. И в пятом раунде будет 16 команд. Смещение Корольков. Корольков отдает штрафную. Набегает Киселев. И Киселев падает. И продолжается атака. Сопленов удар. Антипин. Антипин опять кричит внимательно. На автобусе или на машине. Автобусы специальные ходят. Подача. Сираскова. И это был шанс Бугриева. Но заработал угловой. Но здесь Бугриеву еще придется подниматься. Воспитник. Локомотива. Разыграли. Сирасков. Навешивает удар. И снова Антипин. Красавец. Станислав Антипин. Тащит мяч. Но это снова был опасный момент. И Дмитрий Садов мог отличиться. Ну и подавать будет, разумеется, капитан. Навес. Убивают защитники. Снова в борьбу. А дальше можно было бы. О-хо-хо. Ничего себе. Удар Анатольского и забирает. Но вот удар получился все-таки. Такой, что пришлось немного поработать вратарю. Подержали. Здесь мяч немножко футболиста Енисея. Перевод перехватывает мяч. Снова Соплинов. И на этот раз он пробьет. А еще подставлена нога. Выбивает Спартак. Цепляется здесь еще. Илья Рубцов. Он вернулся. И пошла атака. И сколько же их здесь попытается убежать. Чеканчи. Он видит движение. Он отдает подключение. Отсюда удар. И штанга. В штангу. В штангу попадает Дмитрий Коплинович. Коптилович, естественно. Что ж я. Чеканчи убегал здесь. Понятно, что им было сложно. Спартак Кострома обыграть. Спартак Кострома 1-0. И они на пути регионов делают следующий шаг. Станислав Милин был с вами. До новых встреч в эфире. Продолжайте смотреть фонбет Кубок России. Сегодня Амкалаланья. Не пропустите. Субтитры сделал DimaTorzok